Всем привет. Сегодня я хочу рассказать о том, какая посылочка мне пришла. Я ее уже распаковал, здесь пусто. Вот пришло две жижи для электронных сигарет с China Bay. Раньше заказывал у них же тоже жижи, но поменьше, флаконы, вот такие вот для пробы первый раз заказывал и заказал с никотином. Они такие немножко терпкие были, еле выпарил. Теперь заказал полностью безникотиновые, со вкусом банана и со вкусом зеленого чая. Уже их, конечно, попробовал. Жижи очень классные, вообще советую. Стоимость там где-то 30,5 доллара, по-моему, за флакон. 30 миллиграммовый, миллилитровый. Где-то написано должно быть 30 миллилитров. В общем, штука классная вообще, зашипенская. Перед тем, как у меня закончилась эта жижа, вернее, после этого, я ждал эти посылки, но они долго не шли. Поэтому купил втридорого у нас в специализированном магазине джойтековскую жежу с ежевикой. Тоже безникотиновую. 20, по-моему, миллилитров тут было. Да, 20 миллилитров. Тоже классная штука, без никотина. Отличная штука. Как будто ешь ежевику. Ну, вот, когда попробовал зелёный чай, то показалось ещё лучше, чем ежевика. Хотя примерно на одном уровне. Несмотря на то, что хвалят джойтек, а этот Е-Висон, Е-Висан, его как бы не очень хвалят. Так я почитал на форумах. Но на самом деле, жижа отличная. Классная вообще, супер. Лимонный чай. Классная. А банан мне вообще понравилось. Ну, словно паришь и как будто ешь бананы. Парю вот с такой вот электроникой. Этот, атомайзер, или как он там называется. В общем, намотки меня уже давно прогорели. Я уже перематывал на вату. Потому что этот крем-незём, я не знаю, там не хочу заказывать. Он долго будет идти. В общем, перебиваюсь вот на вате. Чуть-чуть отдаёт ватой вкус. Ну, совершенно как бы не портит истинный вкус жижи. Аккумулятора у меня девятисотка. Хватает примерно на сутки, если так активно паришь. А в общем, дыма хватает. Сейчас могу показать. Отличный вкус зелёного чая сейчас. Я чередую, то заливаю зелёный чай, то заливаю банан. Потому что если один паришь вкус, то как бы он приедается. А когда меняешь, чередуешь, иногда даже смешиваю. Остаётся чуть-чуть предыдущей жижи, я доливаю следующую. Главное не смешивать никотиновую и безникотиновую. Конечно, если вам нравится это, то можете смешивать. Надеюсь, ролик был интересен для тех, кто собирается парить. Для тех, кто не курит и не собирается парить, то лучше и не парить. А для тех, кто курит и собирается парить, то лучше парьте. Потому что это практически безвредно. Ну, по крайней мере, ещё не выявили вред от этого. И смотрел ролики в интернете, что делали обследование у активных парильщиков. И как бы ничего, у них там никаких отклонений от здорового человеческого тела не обнаружено. То есть, как бы эта штука безвредная. По крайней мере, пока ничего не доказано. Спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Здоровья. Всем пока.